Доброе утро! В эфире программа «Наше утро» на ОТВ, и мы рады, что вы нас смотрите. Кстати говоря, сегодня мы отмечаем не только праздник шоппинга, но и день офтальмолога. Это специалисты изучают устройства и функционирование глаза, их анатомию, физиологию. Они призваны лечить заболевания органов зрения. Вот как раз об этом подробнее мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии Елена Едыкина, заведующая отделением офтальмологии детской областной больницы, главный детский офтальмолог Минздрава Челябинской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена Владимировна! У нас к вам очень много вопросов. Но прежде мы хотим вас поздравить с этим замечательным праздником, вас и всех ваших замечательных коллег. Спасибо, очень приятно. Пусть у вас будет меньше работы. Я хочу вот так пожелать. И только хорошее настроение. Да, и перейдем к вопросам. Вот расскажите, какие болезни есть с глазами у нас, и какие болезни появляются от гаджетов, компьютеров, смартфонов чаще всего? В понимании органов зрения достаточно много. Если мы остановимся на тех, которые появляются от гаджетов, компьютеров, телевизоров, безусловно, это бич цивилизации, это наши близорукости, которые очень много говорят, которые очень много пишут, занимаются ею, ее профилактикой, остановкой ее прогрессирования. Безусловно, это вот то, над чем сейчас работает весь мир. И если брать даже данные Всемирной организации здравоохранения, то считается, что к 2050 году каждый второй житель нашей планеты будет страдать безорукостью. Поэтому это достаточно такая актуальная тема, которая занимается... И мы конкретно можем сейчас говорить, что все это связано с использованием гаджетов. Это один из провоцирующих таких факторов, потому что дети у нас сейчас достаточно рано с этим знакомятся, они знают о них лучше, чем мы с вами. Ну, в этом, безусловно, виноваты и родители в том числе, потому что они для того, чтобы отвлечь ребенка, для того, чтобы занять его чем-то, заняться своими делами, дают ему в руки телефон, планшет, говорят, ну все, не отвлекай. И они часами сидят в гаджетах, напрягая тем самым свое зрение, напрягая ту мышцу, которая у нас изменяет кризис на хрусталиках, чтобы смотреть далеко и близко, и запускают механизмы, которые впоследствии приводят к развитию близорукости, в том числе ранней близорукости, которые теперь возникают у детей до школьного возраста, к сожалению. Мне захотелось вот сейчас взять и убрать свой гаджет, и телефон, и вообще выбросить телевизор. А мне интересна другая тема. Способен ли стресс каким-то образом влиять на наше зрение? Ну, как говорят, все болезни от нервов, но непосредственной взаимосвязи между стрессом и остротой зрения, если мы говорим о близорукости, нет. Все это в комплексе, да, это зрительная нагрузка, это стресс, это гиподинамия, недостаточно наша физическая активность, все это в комплексе в итоге провоцирует, запускает механизм, а дальше он уже развивается. Да, то есть делаем вывод, что нужно меньше нервничать вообще. Меньше нервничать, больше двигаться. И тогда будет все хорошо. А у меня вот такой вопрос. В последнее время я очень часто работаю за компьютером, и мне посоветовали использовать очки с антибликовым эффектом. Вот скажите, какие правила еще можно использовать при работе за компьютером? Основное правило при работе за компьютером – это правильное расположение самого монитора и правильная посадка человека. То есть монитор должен располагаться на расстоянии 55-60 см от глаз, должна быть удобная поза, должно быть удобное кресло, человек должен сидеть очень комфортно, должно быть достаточное освещение, нельзя в темноте работать за компьютером. Плюс, если мы работаем за компьютером, мы должны делать перерывы. Если у нас есть объем работы, который требует нагрузки 5-6 часов, необходимо раз в час делать гимнастику для глаз, которые не затрудняют, но тем не менее она немножечко облегчает дальнейшую нашу работу за компьютером. А может быть расскажете парочку упражнений, которые, чтобы все использовали при работе со смартфоном и компьютером? Это все достаточно просто. Элементарное упражнение. Мы закрыли глаза, открыли глаза в разные стороны, поводили круговые движения глаз к носу прямо, к носу прямо. Все, этого достаточно. Одна-две минуты, и глазам уже более комфортно дальше работать. То есть каждый должен эту гимнастику для глаз, которую вы сейчас коротко описали, иметь на вооружении и с периодичностью применять? Конечно. И тогда, я думаю, что будет все лучше. Конечно. Но соблюдать определенные правила, в том числе, правильно и сесть, и правильно монитор расположить, все в комплексе. Нельзя сказать, что мы сделали гимнастику, и все. И у нас все прекрасно, и у нас ничего не случится. Все должно быть в комплексе. Все должно быть комплексно. Ну, я думаю, что у нас сегодня все телезрители, и мы точно будем использовать ваши советы и надеемся, что наше зрение будет сохраняться хорошим долго. Спасибо, Елена Владимировна. Ваше раз праздником. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. Мы напоминаем, что у нас в студии была Елена Владимировна Едыкина, заведующая отделением офтальмологии детской областной больницы, главный детский офтальмолог Минздрава Челябинской области. Ну, а мы переходим далее. Сейчас у нас афиша на неделю. Продолжение следует.